На территории комплекса предусмотрены все условия для комфортабельной жизни новых жильцов, которые будут жить в возведенных 12-9-этажных зданиях. Построены детский сад на 100 мест и административное здание. Создана вся необходимая инфраструктура для эффективной организации досуга взрослых и детей. Данный жилой комплекс включает в себя 576 квартир. По состоянию на сегодняшний день 12 500 семей шахидов и ветеранов войны уже получили квартиры. Не случайно предоставление 200 квартир и 50 автомобилей семьям шахидов и инвалидам войны в священный праздник Рамазан. Гуманизм, особое внимание к семьям, нуждающимся в социальной заботе, приверженности исламским ценностям, являются важными составляющими концепции управления главы государства. У Магира остался сын, которого он толком и не увидел. Я очень горжусь своим супругом. И наш сын будет гордиться своим отцом. Благодарю руководство нашей страны за заботу о семьях героев шахидов. Мой брат с детства мечтал быть военным. После окончания военной академии с 2003 года проходил службу в одной из воинских частей. За время своей службы он многократно был представлен к различным наградам, удостоен медалей. Указом главы государства посмертно был представлен к трем медалям за проявленный героизм и мужество в боях на Физулинском направлении. Я очень благодарен президенту Ильхам Алиеву за заботу о нас, семьях наших героев, ветеранах. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в открытии полной средней школы номер 304, построенной по инициативе фонда Гейдара Алиева в поселке Кюрдаханы столичного Сабунчинского района. Новое учебное заведение отвечает всем современным стандартам. Здесь созданы классные комнаты, кабинеты труда, военные подготовки, компьютерный зал, лаборатории, библиотеки, столовая и спортзал. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и инвентарем. В поселке уже была одна школа, но она не вмещала всех детей. Поселок постоянно растет. Строительство такой большой школы очень своевременно. Созданы очень хорошие условия для обучения наших детей. Поселку нужна была новая школа. Здесь будут учиться наши дети в оборудованных современных классах, кабинетах. Созданы все условия для получения качественного образования. Строительство в поселке нового школьного здания можно считать продолжением проводимой работы по социально-экономическому развитию города Баку, окрестных сел и поселков. За последние четыре с половиной года в Сабунчинском районе были построены капитально отремонтированы и расширены благодаря строительству дополнительных корпусов 13 школ. Полная средняя школа номер 304 в поселке Кюрдаханы является 14-й по счету. Трехэтажное здание на 960 ученических мест оснащена самым современным оборудованием и готово принять первых своих учеников с началом нового учебного года. Ровшан Ильясов, Урфан Алиев, Эльшат Гейдаров, Новости АСТВ.